Когда мы говорим о Гасваме, то речь не идет, в каком теле он находится. Мужчина это или женщина, семейный человек это или монах это. Там такие вещи не учитываются. Там именно надо смотреть на качество этого человека. Даже не учитывается, русский он или не русский. Представляете? Не учитывается, неважно. Он может быть не русским, а может быть русским. Хотя, конечно же, наше тело, которое мы видим в зеркале, оно отражает наше умонастроение. И есть люди, которые рождаются, специальные люди, как это, в командировку которой? Мессия, да, называется? Они рождаются уже как Гасвами. И есть признаки, телесные признаки, по которым можно понять, что этот человек специальный человек. Они описаны, там 32 признака. Вот то, что вы видите в зеркале каждый день, это ваш ум из прошлой жизни. Это то, как вы думали. Это ваши какие-то интересы. Они вот приняли, есть тонкое, а грубое, оно, как сказать, создается по образу вашего тонкого тела. Поэтому не надо никого винить, если там что-то вам не нравится. Это ваше прошлое. Вы были в прошлом таким, вот, пожалуйста, теперь. И есть люди, которые рождаются, представляете, совершенный человек. Как выглядит тело совершенного человека? Оно описано. Я один признак вам скажу. Там много разных красивых вещей, но один признак. У него руки длинные, достигают колен. Вы проверьте на всякий случай. Это один из признаков Махапуруши или великого человека, что у него длинные руки. У меня не достают до колен, так что все нормально. Обычный человек. Но кто-то рождается уже таким, а кто-то становится таким. Он может родиться обычным человеком, но в течение какого-то срока он может достичь этого состояния. Продолжение следует...